Здравствуйте! В эфире Первого Карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. Сегодня в программе. Злоумышленники решили прославиться, обокрав известную певицу. В Караганде обокрали известную певицу Евгению Барышеву. Из квартиры женщины вынесли больше 800 тысяч тенге и бытовую технику. Злоумышленники проникли через окно, взломав металлическую решетку. У самой пострадавшей уже имеются версии, с которыми она поделилась с нашим корреспондентом. Стекло уже поменяли. Здесь было все разбито, осколки валялись по всей кухне, в зал. О том, что в квартиру проникли воры, Евгения Барышева узнала в 4 часа утра. К ней на сотовый телефон позвонил гражданский супруг, который сообщил, что неизвестные люди на кухне выломали окно. Это потрясло победительницу известного проекта «Х-фактор». Когда она приехала домой, Евгения увидела раскиданные вещи и обнаружила пропажу больше 800 тысяч тенге и телевизора. Соседы никакого шума в тот момент не слышали. У нас всегда было, я не знаю, вообще очень тихо всегда было. Всегда бабушки старенькие как-то, соседки слышали. К сожалению, у многих уже нет живых, но тем не менее. Получается так, что когда опрашивали сотрудники полиции, никто, как оказалось, никто ничего не слышал. Быть такого не может. Тройной стеклопакет разбит. Евгения Барышева назвала полицейским несколько мужчин, которые могли совершить это преступление. Один человек отселся сразу, двоих пока опрашивают. В интересах следствия женщина предпочла не называть их имена. Но, возможно, это были близкие в ее окружении люди. Евгения считает, что кто-то решил ей просто отомстить, а потом ограбить. Хотя, по словам женщины, врагов у нее нет. У меня нет ни врагов. У меня очень много друзей, знакомых, приятелей. Так таковых врагов, как оказалось, наверное, есть. Потому что, как объяснили психологи, сотрудники полиции, незнакомые люди всегда заходят в воры, всегда заходят, как правило, днем. Когда оживленная улица и так далее, чтобы меньше подозрений вызвать. Сотрудники полиции обещали найти воришек и наказать по закону. Правда, у Евгении Барышевой отстался неприятный осадок от того, что кто-то копался в ее личных вещах, а тем более бродил и искал ценности в квартире, где одно время проживали ее родители и родная бабушка. За три месяца 2014 года 16,7% преступлений от общего числа по области было зарегистрировано в городе Тимиртау. Начальник Департамента внутренних дел Карагандинской области, полковник полиции Мергенбай Жапаров встретился с жителями города Металургов. В отчетной встрече принимали участие Аким города Тимиртау, секретарь городского маслехата, представители партии Нур-Отан, а также начальники территориальных отделов полиции города Тимиртау и старшие участковые инспекторы. Необходимо отметить, что основная цель встречи – выслушать точку зрения граждан относительно деятельности органов внутренних дел области в борьбе с преступностью и охране общественного порядка. И, конечно же, помочь тем, кто не может решить тот или иной вопрос. В начале встречи начальник ДВД области кратко рассказал горожанам о состоянии преступности в области и городе. По словам начальника ДВД Карагандинской области, по итогам трех месяцев 2014 года криминогенная обстановка по области остается довольно стабильной. Уменьшилось число тяжких и особо тяжких преступлений, умышленных убийств, тяжких телесных повреждений, разбойных нападений, грабежей. Учитывая, что город Тимиртау является крупным промышленным центром области, здесь регистрируется наибольшее количество преступлений по области после Караганды. Тем не менее, по итогам трех месяцев 2014 года в городе отмечается снижение тяжких преступлений, убийств, грабежей, хулиганств. Улучшилась криминогенная ситуация в общественных местах и на улицах. Сократилось количество преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения и рецидивная преступность. Мердинбай Жапаров заверил жителей города Металургов, что в полиции принимаются все необходимые меры по борьбе с преступностью, обеспечению охраны общественного порядка. На встрече было отмечено, что в первом квартале 2014 года выявлено и пресечено более 8 тысяч административных правонарушений. Оштрафовано 6 932 человека на общую сумму более 30 миллионов тенге. Сотрудниками Дорожной полиции за три месяца с начала года зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий. Задержано 106 водителей, находившихся за рулем в нетрезвом состоянии. 418 за превышение скорости. 44 за выезд на полосу встречного движения. Привлечены к ответственности в виде административного ареста судом города 6 злостных нарушителей правил дорожного движения. Товарищество с ограниченной ответственностью Камкор Локомотив провело на базе Карагандинского локомотивно-ремонтного депо Республиканский семинар по охране труда и технике безопасности, привлеченный к Международному дню охраны труда. 16 филиалов Камкор Локомотив со всех концов Казахстана прислали своих представителей в Караганду. Сегодня в Казахстане вырабатываются новые требования к охране труда и технике безопасности. Они должны соответствовать международным стандартам. Республиканский семинар стал серьезным экзаменом для ремонтников Карагандинского локомотивно-ремонтного депо. Выбор упал именно на Карагандинский филиал. Здесь есть что показать. Сейчас будут новые локомотивы здесь, осваивается ремонт. Поэтому собрали весь Казахстан, все наши филиалы, представители всех наших отраслей и производим семинар, как бы мастер-класс. В глаза бросается чистота, что для ремонтного предприятия довольно сложно представить. В каждом цеху и отделении существует уголок по технике безопасности. И это сделано не специально к проведению семинара. Так здесь принято. А если учесть, что человек две трети своей жизни проводит на работе, то понятно столь серьезное отношение и к чистоте, и к технике безопасности. Первоначальное, самое главное значение имеется жизнь человека. Поэтому она достойна хороших условий труда, соответствующим, естественно, выполнением каких-то работ объемов и соответствующими оплатой за свой труд. Карагандинское локомотивно-ремонтное депо предназначено для ремонта трех видов тяги. Электровозы, электропоезда, тепловозы выходят отсюда как вновь родившиеся. Отсюда и специалистов здесь в три раза больше, чем в других филиалах. Депо славится и своими трудовыми династиями. Есть семьи, где деды, отцы и дети работают на старейшем карагандинском предприятии. Отрадно то, что они берегут свой труд, свою память, свою славу, которую заработаны их отцами, и приумножают свой труд, и делают ее более эстетичным, более красивым, более безопасным. Карагандинское локомотивно-ремонтное депо уже давно внедряет международные стандарты менеджмента качества. В Комкор локомотив существует давняя и очень хорошая традиция по приведению практики управления различными видами деятельности к требованию международного стандарта. Так, допустим, в ТО Комкор локомотив уже на протяжении нескольких лет ведутся очень хорошие работы по разработке и внедрению систем менеджмента качества на основе требований стандарта ISO 9001. Кстати, это послужило серьезной основой для внедрения менеджмента по охране здоровья на основе требований КОКСАС 18001. А здоровье – это не только медицина и разные физиотерапевтические кабинеты. В депо они тоже есть и оснащены разными новинками. На предприятии серьезно занимаются пропагандой спорта. Об этом говорят и многочисленные грамоты и кубки. А тренажерный зал никогда не пустует. Молодежи явно не хватает железа на производстве. Она тягает его еще и в спортивном зале. Безопасный труд, здоровье, спорт – вот основа качества ремонтных работ в Карагодинском локомотивно-ремонтном депо. В нашем предприятии несчастных случаев за 2012, 2013, 2014 года не происходило. То есть это тоже, соответственно, показатель нашей работы. Если производственный травматизм снижен к нулю, соответственно, и работа в области охраны труда производится на должном уровне. Представители филиалов повезут опыт работы карагандинцев на свои предприятия, а свои наработки оставят для осмысления и применения в депо Караганды. Сергей Высокосов, Айдын, Жакан, Бахтияр, Успанов, Первый Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал – Галвин, Херкюль. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галлтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм. представляет собой качественное и экономичное решение. Если Вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию – это Ваш профиль. Стандартная система – профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка – серия эксклюзив. Пятикамерный профиль Галвин 70 серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Галвин и Галдек не содержат свинца. И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. День святых Мефодия и Кирилла или по-другому день славянской письменности и культуры отмечается сегодня во всем мире. Каждый год 24 мая во всех славянских странах торжественно прославляют создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия. Как известно, святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий происходили из надного и благочестивого рода и проживали в греческом городе Солуни. 24 мая церковь совершает молебны в память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Братья были православными монахами и славянскую азбуку создали в греческом монастыре. Ученые считают, что славянская письменность была создана в IX веке, примерно в 863 году. Новый алфавит получил название «Кириллица» по имени одного из братьев, а помогал ему в благоугодном деле образования славянских народов старший брат Мефодий. В честь братьев наши современники даже назвали электронную мультимедийную энциклопедию. Она может дать ответы на все вопросы. Последний раз энциклопедию переиздавали в 2013 году. Людям она удобна тем, что вся информация находится в электронном виде, и ее можно всегда иметь при себе. Полное название – Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. ВОУД – один из видов независимого мониторинга качества обучения, в основе которого лежат отдельные элементы мирового опыта таких развитых стран, как США, Корея, Япония, Сингапур. Уже третий год девятиклассники в Караганде проходят внешнюю оценку учебных достижений. Комплексное тестирование предназначено для контроля качества обучения в общевразовательных учреждениях. ВОУД заменил ПГК, который сдавали старшеклассники для поступлений в колледжи. В этом году в комплексном тестировании по республике примут участие почти 30 тысяч девятиклассников. Из них 17 637 на государственном языке, 12 070 на русском языке. В результате выбраны 656 организаций среднего образования. В процедуре ВОУД по области подлежат 50 организаций образования. Из них 8 с использованием информационных технологий, 42 на бумажном носителе. Комплексное тестирование проводится в три потока. Первый поток 10 апреля, второй поток 15 апреля, третий поток 18 апреля. Результаты ВОУД будут использоваться для мониторинга учебных достижений обучающихся, оценки эффективности организации учебного процесса, сравнительного анализа качества образовательных услуг, предоставляемых организациями образования. Во время проведения процедуры ВОУД нарушение инструкции зафиксировано. В процедуре ВОУД в девятых классах в обязательном порядке включается казахский язык и три предмета – всемирная история, география, химия, ежегодно определяемые уполномоченным органом. Количество тестовых заданий по каждому предмету 20. На тестирование по четырем предметам отводится 120 минут. В 2014 году ВОУД, согласно приказу Министерства образования и науки Республики Казахстан, проводится с 9 по 25 апреля среди учащихся девятых классов. 16-летний слепой карагандинец Адиль Уралбаев учит детей программированию. Несмотря на то, что всю свою жизнь он живет в полной темноте, юноша уже с 10 лет работает за компьютером не хуже программистов. Амина Смакова познакомилась с юным компьютерщиком. Адиль Уралбаев получил родовую травму, в результате которой самого рождения не может видеть. Родители заметили это, когда мальчику исполнилось 6 месяцев. Три операции, усиленные курсы лечения, пока результатов не дали. Но родные Адиль надежды не теряют. Слепоту Адиль компенсировал отличной учебой, знаниями трех языков и владением компьютера. 16-летний карагандинец печатает быстрее зрячих людей, разбирается в программах. Иными словами, активный пользователь ПК. Ну, это логика. Вот смотрите, когда компьютер выключается, начинается загрузка системы. Потом, через несколько минут, такой пожалует, подается звуковый сигнал. После этого чуть-чуть ждем, минимум минуту. Потом нажимаем комбинацию клавиш Ctrl Alt N для запуска этой программы. И начинаем работать. Как рассказывает мама Адиль, Ажанара, его любовь к компьютеру началась еще в детстве. Когда он был маленький, у него есть два брата, которые зрячие. Вот они играются, ему тоже хотелось. Он как бы не зрячий, ему как бы зрячие игры играть, ему как бы неудобно. И он как бы придумал игры, которые для незрячих. Этими играми пользуются многие невидящие дети и даже взрослые. Это аудиоигры, то есть это не визуальные игры, то есть нельзя увидеть, что там происходит, а можно только услышать. Чтобы и другие слепые дети могли пользоваться компьютером, общаться в интернете и развиваться, Адиль даже стал преподавать. У него уже есть ученики. К примеру, 9-летний Амир уже посетил пару занятий. Мальчик освоил многие клавиши и то, как нужно работать с компьютером. У Адиля тоже есть своя мечта. Мальчик хочет создавать программы для слепых людей и научить их всем премудростям компьютера. Ведь слепота, как считает Адиль, это не недостаток. Да, моя основная цель, это чтобы незрячие люди стали тоже равными, продвигаясь ногу со временем. Чтобы у них не было сотруднений при использовании персонального компьютера. Амина Смакова, Ужас Габасов, Бахтиар Испанов, Первый Карагандинский. И последнее объявление на сегодня. Акимат города Караганды приглашает посетить городскую ярмарку свободных рабочих мест и вакантных должностей. Которая состоится 25 апреля 2014 года с 10.00 часов в здании спорткомплекса имени Нуркена Абдирова по проспекту Бухар-Жарау-53. Добро пожаловать на ярмарку. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok